Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравствуйте. В эфире Минское городское управление МЧС. В студии Анастасия Гарбер. Более 2250 пожаров и загораний, жертвами которых стали 23 человека, зарегистрировано в столице с начала года. Минск чрезвычайный. В четверг утром многие водители попали в серьезный затор на 48-м километре МКАД. А все потому, что из-за короткого замыкания в моторном отсеке здесь открытым пламенем горел Ситроэн. Ликвидировали пожар оперативно прибывшие спасатели. В этот же день поступило сообщение о пожаре в доме на улице строителей. Горело имущество в пятикомнатной квартире жилого дома. Предполагаемой причиной этого происшествия стало также короткое замыкание электропроводки. В субботу ночью на улице Каменогорской столкнулись такси и автобус. Спасатели деблокировали водителя Шкоды. С травмами он был доставлен в больницу. Минск чрезвычайный. В понедельник днем взрыв прогремел в гаражах на улице автомобилистов. По счастливой случайности никто не пострадал. В боксе, разделенном на четыре секции, находились три легковушки. Всего же в результате ЧП повреждены семь машин. Полностью разрушены четыре гаража, еще два частично. Причины ЧП устанавливаются. Ночной пожар в квартире на улице Калиновского едва не унес жизни четырех человек во вторник. В одной из комнат, вероятнее всего из-за непотушенной сигареты, загорелись постельные принадлежности. Там же на полу работники МЧС нашли и передали медикам пострадавшего. С ожогами и отравлением продуктами горения он был госпитализирован. Еще трое жильцов были эвакуированы из квартиры. С целью уменьшения пожаров по причине неосторожного обращения с огнем при курении и привлечения еще большего внимания общественности к этой проблеме, в эти дни МЧС дало старт новой информационно-пропагандистской кампании. «Не жди белочку, туши окурок». Символом ее стала прыгучая белочка, способная быстро оказаться в том месте, где человек из-за своей беспечности выбрасывает непотушенный окурок. Именно она в серии видеороликов и билбордов станет тушить окурки вместо беспечных курильщиков. Минск чрезвычайный. Вчера на пожаре в 20-ти этажке на улице Ржавецкой работники МЧС спасли семью. Прибывшие на место происшествия спасатели признаков дыма не обнаружили, однако заметили на балконе восьмого этажа мужчину и женщину с двумя детьми двух и четырех лет. В квартире горело имущество. Используя автолестницу, работники МЧС спасли всех членов семьи, а затем потушили пожар. Вероятнее всего, причина случившегося – детская шалость с огнем. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова